Девушки отдыхают 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 то вот там все как-то не сложилось. Я имею в виду игру в Саратове с местным Протоном. Сейчас посмотрим. Каськова! Ох, какая хорошая атака из четвертой зоны. Ну и сокращают отставание Нижегородки. 2-4 пока первой партии. Так вот, с Протоном как-то не сложилось. Вроде бы все было достаточно близко к первой партии. И уступили там Нижегородке в самом конце со счетом 23-25. Затем была вторая партия, когда также спартанки вели 18-17. Но потом куда-то все пропало. Абсолютно не было приема. И буквально шлейфом брейковых мячей задавили Саратовки. И в итоге проиграли и вторую партию. Ну а в третьей, видимо, уже и бензин закончился. К тому моменту без вопросов хозяйки выиграли. Поэтому, вновь акцентирую я на этом внимание. Немножко разное настроение. С другой стороны, спартанки понимают, что нужно им сегодня обязательно реабилитироваться в этой встрече. Но пока вот начинают первой партии не слишком здорово. 3-5 на подачу Юлия Синицкая. Ну и посмотрим, как все будет складываться. Да, отличная подача. Такое было ощущение, что не разобрались представительницы гостевого коллектива. И в итоге нет приема. Юлия Синицкая. И снова практически в то же самое место. Но вот здесь уже все читают и справляются. Лепчанки отыгрываются от блока в аут. Не представил я главного тренера, гостей Андрея Смирнов, который руководит командой с сезона 16-17 годов. В общем-то именно заслуга этого специалиста в том, что вот прогрессила команда в высшей лиге. А, и наконец-то добилась права участвовать в Суперлиге. Кстати, Смирнов работал с этой командой еще и в сезоне 9-10 годов. Сейчас, так же, как и Слободан Родиоевич, работающий с 17-го года, теперь встречаются эти два наставника в рамках уже главного элитного дивизиона страны. И вновь атака, атака из четвертой зоны, справляется с Нижегородкой в защите. И свою рисует очень неплохую комбинацию. Жанна Каськова ее завершает. Опять же, хорошим халилевским таким ударом. Давайте смотреть, как она была на повторе. Каськова взлетает. Ну, вообще, неплохое впечатление оставляет по началу нынешнего сезона Каськова. По крайней мере, по статистике, она одна из лучших в Спарте. Много атак ей доверено. Процент реализации что-то порядка 39 у нее по сезону. Атака. Ну, и вот мы видим, что за счет Каськовой Спарт сейчас прибавляет, совершает некий спорт. И 7-6 уже в пользу хозяйка. Хорошая подача у Каськовой вновь проходит. Отодвигают игру куда ближе к задней линии. Есть возможность свою уже атаку провести Спартанком. Но тройной блок работает у Левчанок. Утыкаются в него хозяйки. И в итоге счет равный 7-7. Вот сейчас подает Владислав Коржов. Одна из лучших доигравших волейбольного клуба Липецк. Атака. И теперь блок. Уже в исполнении Спарты. Качурина и Шатунова наглухо закрывают атаку. Валерия Горбуновой. Сокрушительница рекламных счетов по всей России. Она, если кому-то непонятно, о чем я говорю, то вот в двух матчах нынешнего сезона пострадали рекламные конструкции от действия этой волейболистки. Которая самоотверженно идет, пытается достать любой безнадежный мяч. Рискую собственным здоровьем. Но смотрится, конечно, это просто. Изумительно. Ну и 9-7. Небольшой гандикап уже в пользу Спарты. Валерия Шатунова на подаче. Под сетку. Но здесь в защите опять Спарта. Очень неплохо. И опять же Шатунова. Но и здорово подымали мяч. Лепчанка в свою очередь. Правда, завершающий удар не получился. Так пыталась в данном случае Ирина Сазонова накатом послать этот мяч в угол. Но площадку не попала. Шатунова нагрела себе местечко на подаче. Вновь то же самое исполняет. Ох, какая доводка. Не слишком радует она, наверное, болельщиков Липецка. Зато Нижегородки имеет возможность свою атаку провести. И вновь она удачная. Вот так вот при не самом благоприятном начале. Хороший спорт выдают подопечные Радивоевича. Ну а Андрей Смирнов тем временем берет тайм-аут. Второй момент. Два равных соперника на площадке. Инициатива наверняка будет по нескольку раз переходить от одной команды к другой. Мы видим сейчас атака. Здорово закрывает Сазонова. Еще атака. И все-таки от блока ваут. Отыгрывается Олипийский коллектив. В данном случае Мария Логанова. Воногова, да. Гатина пыталась просто мяч перебросить. Скорее даже отыгралась от одиночного блока. Атака Сазоновой. Ну вот. Полетела и у Липецка. Вновь ищет Ирину Сазонова. Она. Самый результативный игрок в составе Липецка во нынешнем сезоне. Ну, есть, впрочем, кому заменить лидеров. У Липчанок, например, та же Сазонова не играла в победном матче с минчанками. Не было еще ряда игроков. Валерий Горбуновый тоже. Светлана Дорсман. Украинская блокирующая. Ну, тогда очень неплохо разобрались. Липчанки с белорусским коллективом. Мария Лоногова отлично играла в той встрече. Ну, а сейчас, видимо, вновь доводят мяч до Ирины Сазоновой. Ну, а та уж слишком хитро задумывала все. Пыталась этот мяч вдоль сетки опустить на чужую сторону. Но ошибка. И подача хозяек Елизавета Кочурина. Простенько получилось, но Нижегородки в защите здорово сыграли. Гатин атакует здесь спокойно этот мяч. Сазонова поднимает. И начинается такая чехарда в защите у Липецка. Снова атака из четвертой зоны. Но на этот раз Гатина не слишком хороша. Даже мяч через сетку перебить не удается. Но девчонки с хорошим настроением пока действуют. Улыбка на лицах спартанок. Эвана Каськова. Снова резко все. Снова очень хорошо. Все хорошо по высоте. И 14-10. Непростая подача для липецкой команды. Ну, тут Валерия Горбунова. Поверх блока. Без шансов. Еще и пустую часть площадки. Давайте сейчас посмотрим, как это было. Сазонова на подачу. Переходящий мяч. И вот в защите приходится уже трудиться с партией. Но снова не слишком хороша атака. Поборолись на сетке за мяч. И снова поднимают Нижегородки какими-то титаническими просто усилиями. Ну, а теперь в блок. Синицкая и Гатины. А дальше от их рук и желал. 14. Вот здесь вот этот эпизод, когда все-таки удалось Каськову всунуть ладони. И этот мяч не коснулся пола. Опять в блок. Синицкая. Первый темп на чистой сетке. О! Вот это было действительно острый. Красиво запутали. В сопернице. Еще раз посмотрим. Каськовой не удалось завершить. Ну, а здесь Синицкая просто спокойно на чистой сетке решает эпизод в пользу Спарта. Гатина на подаче. Атака. Блок. Нижегородский сработал. И снова Каськова в защите. Блестяще действует. И все это помогает Валерий Шатуновый. Ваткнуть через касание влока мяч. 12. Точно. Даже Светлана Гатина. 17 лет ей всего. И в составе соперниц. Также Валерия Горбунова. Ну и, кстати, у Липецкой есть два игрока. Заявленных состав в этом чемпионате. 2005 года рождения. Только представьте. Ну, а Гатина продолжает успешно подавать. Все это приводит к тому, что пятиочковый гандикап уже рисуется у Спартана в этой стартовой партии. 17-12 к настоящему моменту. И посмотрим, сумеет ли Липецк сняться. Но снова Гатина хороша на подаче. Ну, не знаю. Не могут сейчас разобраться липецкие волейболисты, кому играть этот мяч. Пыталась Ирина Сазонова где-то его там внизу уже совсем у пола достать. Но получилось не лучшим образом. На подаче снова по тому же самому сектору. Ну и вот переходящий мяч. И есть возможность в данном случае у Валерия Горбуновой атаковать. 13-18. Атаковать снова по задней линии. Не боится Горбунова, что мяч может улететь в аут. Пока все очень качественно. Снова на Шатунова. Но здесь была возможность лишь только перебросить. А теперь Горбунова в ответ. И касается мяч все-таки конструкции потолка. Фокозаречья. Долго ждали, чем же все это закончится. Когда свечой мяч взымы в небо. Ну и сокращают отрыв. Подопечный Андрей Смирнова. Первый темп Синицкая перебросила блок. Но там страховка состоялась. С другой стороны, липецкие волейболистки пытались тоже хитро сыграть в боковую линию. Но хитрость эта не прошла, поскольку аут. Так, и снова у нас пауза. Пытается девчонкам сказать о том, что нужно речь отдавать передачи. На сетке не подвешивать там какие-то свечки под самый потолок. Посмотрим, как это тайм-аут скажется на игре. Хорошая атака. Ничего не скажешь. В данном случае Владислава Коршкова пробивает блок. Ну вот она, второй бомбардир в команде. После Ирины Сазоновой Коршкова так в среднем, в зависимости, видимо, от соперника и настроения, от 10 до 15 очков может собрать за матч. Ну а сейчас вновь за счет подачи сокращают преимущества коллектива Слободан Родивоевича. В гости Горбунова хорошо подала и ничего с этим не смогли сделать спартанки. Атака! Да, можно подавать Каськову в силовой манере. Алибера Лепчанок это не смущает, но допускают там брак при передаче. 21-16. И уже 21-16 своеобразных качелей продолжается туда-сюда. Пару очков, порой даже и тройку от одного и другого коллектива. Но здесь такое было ощущение, что Жанна Каськова сама до конца так и не решила, что ж ей делать. А в накат этот мяч подать или, опять же, сила способом действовать. Каськова подала. Нижегородки справляются. И как здорово вроде бы в защите. Липецк играл. А с другой стороны до конца поднять этот мяч, уткнувшийся в сетку, уже не было никакой возможности. 22-17. Постепенно на финишную прямую выходит стартовая партия в этом матче. Валерия Шатунова неплохо летела совсем недавно. Но в данном случае с подачей хорошо справляются гости. Быстрая доводка на Сазонову решает без каких-либо проблем. Сетка смягчает подачу Олимпчанок. Но тут переходящий мяч и вновь некоторая неразбериха. Слана Масалева в чем-то успевает переговорить с партнершами по команде. Ну, да, чуть не свезло. Команда в партнерах сделала запрос на видеопросмотр игрового момента. Вернее, по ситуации 19-22. И Аванов подача Марии Вонговой. Каськова! И блок в данном случае Коршкова ставит. Тут уже и нижегородки на блоке поиграли. Попытались быстренько решить эпизод. Получилось не очень, поскольку защита снова работает у Липецка. Ну, а дальше на авансцену выходит главный бомбардир команды Ирина Сазонова. Всего два очка от преимущества Спарта остается. Ну, вот говорил я о том, что бывают у Спарта такие затоки. Ну, и... Сейчас важно понять, чем же закончится первая партия в этой встрече. Хотя и тот, и другой коллектив порой показывает... Сверхволевые качества. Ну, можно опять же вспомнить игру Спарты в Калининграде с местным локомотивом выигранную. Ну, и у Липецка была подобная встреча в нынешнем сезоне, когда смогли они победить никого-нибудь, а Уралочку. Со счетом 3-2, проиграв первые два с этого вообще вчистую. Но затем восстали буквально из пепла. Ну, а сейчас мы видим, ну, зарабатывает 21-е очко подопричный Андрей Смирнова. 21-23. Поэтому, кто бы не выиграл первую партию, тут абсолютно непонятно, что будет дальше. Попыталась Синицкая так аккуратно этот мяч перебросить через сетку и положить его точно в линию. Ну, не хватает точности. Смотрим повтор. Да, большой в итоге аут. Как-то прекрасно было видно. Снова подача. И гатина просто. Болельщик даже где-то не по возрасту. Но, опять же, это самый пресловутый возраст. 17 лет он сказывается, поскольку есть перепады в игре, перепады в настроении. Ну, и Каськова. Ой-ой-ой. Трос, а может быть, даже чуть ниже. Этот мяч укладывает. Всю силу вложила. Тут еще точно стребовалось. На площадку выходит номер 8 Мария Самойлова. Мария Самойлова появляется на площадке. Такой своеобразный х-фактор. В лице этой волейболистки в матч с Красноярским инисеем когда-нибудь поплыли в Нижегородке в какой-то момент. Самойлова несколькими хорошими трудовыми мячами смогла вытянуть свою команду и подарить вторую победу в сезон. Ну, вот здесь Гатина, как я и говорил, включает голову и очень искусно от блока мяч падает в площадку, естественно. Причем никакой страховки там не было. А вот, как я и говорил, опыт Миша Самойлова делает свое дело. Нижегородки сокращают. Нивелирует преимущество Липецка и 24-24 у нас игра идет в первой партии на балансе. Горбунова не слишком здорово принимает, с места приходится атаковать Сазонова и вот посмотрите, не тушуется лидер. Первая партия со счетом 25-24 выиграла команда Липецк. Что происходит? Да, судья-информатор что-то заигралась с цифрами 25-24. В первой партии побеждает команда Липецка, ну, не знаю. По каким это правилам? Ну, возможно, по северокорейским. Там бывает все необычно. В плане набора очков и итогового счета. Ну, и мы видим, сейчас справляет ситуацию судейский столик. Возвращая цифры на табло, 25-24 в любом случае у Липецка сэдбол. Хорошая подача получается. Но Либера Спарта справляется и здесь. Ох! Ну, это настоящий волейбольный героизм проявляют подопечные Смирнова. И снова атака, снова гатина и снова вроде бы хитро, но все это позволяет хорошую атаку провести уже к гостевому коллективу. Снова в защите. Здорово в защите. И Жанна Кайскова все-таки. Блок пусть и не пробивает, но от него мяч. Точно падает в пол, в площадку. И снова абсолютное равенство, 25-25. Гатина на подаче. Ну, тут, наверное... Стоит чуть упростить, что и сделал волейболист Спарта. Хорошей атаки у Штунов не получается, поскольку доводка. Не блестящая. Подскальная вновь направляет мяч на Штунову. Там мощно бьет. Снова в защите. А лучше идет у того и другого коллектива, чем в нападении. Волок утыкается Спарта. Первый темп не проходит. И нужно доставать этот мяч титаническими усилиями. Но только для того, чтобы перебросить. И снова Липецк в атаке. Снова кто же решит эпизод? Конечно, Ирина Сазонова. Я имею в виду, конечно, победа. Для себя. Что ж, 26-25 на подаче. Липецк и снова у них есть возможность забрать первый сет себе. Подскальная на Штунову. Вся та же комбинация. Есть касание блока. Арбитры это прекрасно видят. И сейчас судья на вышке. 26-26. Это показывает прежде всего Андрею Смирнову. Который в первых строках был против подобного решения. Синицкая. Ну, недопустимы, конечно, такие ошибки. Понятно, что девчонки, возможно, где-то рискуют. Пытаются усложнить жизнь соперницам. Так терять на балансе мячей нельзя. Не допустим. Замена в команде «Липецк». Вместо номера 12 Кристины Ягубовой. На площадку выходит номер 17 Анна Сотникова. Анна Сотникова появилась на площадке сейчас в составе. Липецк капитан команды. Опытнейшая 34-летняя волейболистка. И блок. Великолепный блок. Прежде всего, нужно сказать спасибо за него. На площадку возвращается номер 12 Кристины Ягубовой. 27-27. Сегодня без серьезной шумовой аудитории. В Заречи, поскольку, опять же, запрещены матчи с участием зрителей. Снова блок Нижегородский работает. Ну и теперь Горбунова хитро перебрасывала. Есть возможность Каськова атаковать. И достанут ли? Достать? Достали. Но, опять же, Авоногова спасал практически безнадежный мяч. 28-27. Который от сетки уже точно летел в пол. Паркет. Спасти все было это сложно. 28-27 Каськова на подаче. Отлично в линию. И доводка очень плохая сейчас у Липецка. Есть возможность хорошую атаку провести. И проводит ее в Нижегородке. Точку ставит Елизавета Качурина в этой партии. Первая партия за счетом 29-27. Вот такие вот качели у нас получились в этой стартовой партии. И, как итог, все-таки заключительный форсаж удался. Нижегородская команда, которая оставляет за собой стартовую партию за счетом 29-27. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спарту к поражению в первой партии. Но это, видимо, была первоапрельская шутка, перенесенная на 7 ноября. Сейчас переносок очень много из-за карантина. Вот такой у нас шуточный состоялся. На самом деле, естественно, игра была не закончена. А нижегородки тем временем прибавили и сумели оставить за собой первую партию со счетом 29-27. Но абсолютно ничего не ясного в этой встрече, как я уже говорил по ходу первого сета. Тут борьба будет с первых и до последних секунд. 2-0. И тот, а другой коллектив не единственный по нынешнему сезону проявлял свои бойцовские качества. Ну и опять же надо отметить, что это первая встреча в Суперлиге двух наставников. Слободан Родивоевич и Андрея Смирнова. Кстати, в прошлом году две команды разошлись со счетом 1-1 в рамках ВСШ Лиги А. В пятом туре, который проходил в Липецке, сначала выиграли вольболисты Липецкой команды. Затем в Нижегородке взяли реванш. Как будет сегодня. Ну и мы видим передачу за голову в забегание и хорошая атака Светланы Дорсман. Еще раз посмотрим этот эпизод. Просто классика женского волейбола. И снова началась определенная тенденция Нижегородки с первого сета, с его ближки его окончания. Наладили игру на блоке и вот сейчас, ну тут скорее все-таки удар, наверное, был неточный, поскольку цепанул мяч. Верхний трос. И снова задевает верхний трос мяч при подаче Светланы Гатиной. Правда, на этот раз дивидендов он с партией не приносит. 2-4 и на подаче Торин Сазонова, которая буквально ледоколом по первому сету пробивала дорогу к победе для своей команды. Но до конца этого сделать не получилось. Гатина атакует. Очень неплохо мяч, переходящий Горбунова. Ситуация разбирается на 5 с плюсом. Просто увидела, что большая часть задней линии пустует. Так почему бы нет? Отличный удар по шестой зоне. 4-3-4. А теперь первый темп в исполнении спарты Юлия Синицкая. Тут уже без всяких киксований и отыгрышей от блока. Четко, мощно. В гвоздь и в площадку. Хороший одиночный блок. В исполнении Кочуриной. Но внятной атаки у спарты не вышла. Есть блок. Каськовый и Кочуриной. Но, что называется, не всегда. Фортуна на этот раз выбирает липицы. Четлана Дорсман на подаче. И атака. И вновь под заднюю линию. И вновь Валерия Горбунова. А вот вам и 17 лет. Как опытный мастер. Заряжает из раза в раз Горбунова. Хорошие данные. 192 сантиметра рост. Шатонова. Ее ответ. Который выглядит ничем не хуже. Кстати, в команде соперниц есть два игрока, которые представляют сборные других стран. Светлана Дорсман. Украину. А Кристина Ягубова. Азербайджан. Кстати, вот с Ягубовой и получилась вся та ситуация. Кочурин одиночным блоком закрывает атаку соперниц. Ну, а я говорил о той ситуации, когда в первом туре выигрывает Липецк в гостях у самой Уралочки со счетом 3-2. Но потом этот матч и его результат аннулируют. Из-за того, что неправильно регистрировали там переход с Кристиной Ягубовой. Липецкий объясняет, что по вине азербайджанской стороны. Но нарушение было, поэтому матч с Уралочки будет переигран. Так бы уже три победы у Липецка было на нынешнем сезоне. Ну, а мы видим сейчас жаркая борьба. И те, и другие девушки как раз пытаются эту третью победу по регулярному сезону зацепить. Пока чуть лучше. Выглядит Нижегородкий у второй партии. 8-5. Рисуется снова небольшой интервал. Три набранных очка. И Жанна Каськова. На подаче. Снова мощно. Отлично. Масалева. Сыграл на доводке. И в итоге. 9-5. Брейковый мяч зарабатывают волейболисты Спарты. Второй партии немножко притушили. Действия Ирины Сазоновой. И так вообще по другим направлениям тоже на блоке Нижегородки действует неплохо. Мяч здесь переходящий. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о! Качурина выскакивает на чистую сетку. только вот похоже задевает там трос да жаль комбинация это была обескураживающим для гостевого коллектива вот есть еще одна попытка теперь что нова по мячу как следует не попадает и далеко он ваут ложится все это говорит о том что тайм-аут андрей смирнов срабатывает два очка подряд удается набрать липецкого подскально на это же гроссмейстерская игра связующий спарта когда говорят глаза где-то на затылке просто почувствовал что никого там нет и забросил этот мяч точно пустой сектор на площадке есть неплохой прием бывают ошибки подобные то что совершил что новое в команде липецка сейчас уйти в отрыв спарта на 4 балла ну и успевает тут еще радиович чем-то переговорить с подающей валерий штуновый о казалось бы не хороша доводка в итоге пайп нарисовался и хорошая комбинация смотрим еще раз повтор 6 зона вылетает буквально белым лебедем ирина сазонова и красивая атака штунова подскальная тут сориентировалась очень очень неплохо довела мяч до кочуриной но завершить комбинацию не удалось со мной подскальная гать на даже с комментаторской позиции казалось бы пробила блок и падает мяч на стороне олепецка но в итоге он утыкается паркет на стороне именно спарта боговская на подачи мощнейшая атака и снова снова пытается тащить буквально в защите олепчанки но тут уже а если только через судейский столик подбираться к этому мячу качурина подала переходящий мяч теницкая решает сразу двумя руками отправить в паркет но это было не лучшее решение а дальше же доводка верим сазонова которая потихоньку начинает просыпаться во второй партии 10 12 на подачу моноговая каськова казалось бы все по ее науке происходит там выросла стена липецкая тройной нет двойной все-таки блок и по-моему в трос попадает каськов агатина снова смягчает видимо держит в голове что по первой партии иногда упиралась в блок потом начала вот так хитрить перебрасывать отыгрываться от блока и зарабатывала тем самым очки не пусть не всегда пусть через раз но и сейчас снова смягчает ну что ж двенадцать-тринадцать счет ну и как и предполагалось все-то добытое преимущество спартанками улетучилась и сейчас горбунов имеет возможность сравнять счет нет на этот раз не так блестяще как в нескольких предыдущих эпизодов а здесь каськова атакует вроде бы неразрешимых задач ей не ставили на блоке здесь все просто не попадает в площадку ягубова ох ну вот это достаточно неплохо быстрая передача для первого темпа и есть возможность объехать двойной блок липецка у спарта на этот раз победна для себя и 14-13 гатина на подачи у нее порой летит вот и сейчас усложнило максимально жизнь алипчанкам приходится просто перебрасывать мяч на другую сторону а это а снова мимо никак не могут наладить вот этот удар вступает паритет второй партии 14-14 и на подаче основной источник головной боли для спарта в сегодняшнем матче ирина сазонова шатунова снова в защите стелятся волейболистки липецка а здесь значит валут выходит но он в последний момент цепляет руки валерий шатуновой вперед 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 выходит волейболистки липецка и тут сазонова допускает брак при подаче ну наверно она уже имела на это право там возможно максимально низко надсеткой пытался этот мяч отправить на сторону соперниц но не рассчитала синицкая подача не сложна но в защите спарта хорошо играет и снова по месту пытается действовать шатунова первый темп алина поцкалина снова поднавешивает этот мяч на Елизавету Кочурина ну а та первым темп справляется очень и очень неплохо надо отметить что у Елизаветы Кочурины который также всего 18 лет очень хороший процент реализации и здесь еще и блоком закрывает по-моему снова руки Кочурины в связке с Каськовой смотрим повтор да все верно Кочурина не позволил обвести под двойной блок в гости Синицкий снова подает и снова огромные затруднения в приеме Каськова есть касание нет судья на вышке показывает что ничего не было но сейчас Сардивоевич не просит повтор стоял он наверное ближе всех к этому эпизоду из тех кто находится не на площадке ну и нижегородки смогли немножко ситуацию проверить пару брейковых мячей сейчас 16-17 на подаче Воногова Каськова и снова вот сейчас брак появляется достаточно много в ее действиях подскальная доводит до Шатунова и Тоснова хитрит поскольку не идеальная вся эта доводка ну а здесь Горбунова опять же очень грамотно очень зрело действует мы видим по второму высоту одна из лучших в составе Липец кавалерия Горбунова но оно и правильно не все рекламные щиты крушить видим что может доставить неприятности непосредственно в атаке не только в защите там доставать какие-то безумные мячи но Каськова может быть вот ее силовая на катиком мяч даже на другую половину перелетает 18 18 18 но Родивальевич подбадривает естественно сейчас нужно в хорошем настроении пребывать снова все очень близко все достаточно ровно в этой партии Штунова но практически чистая сетка там в последний момент Кристина Ягубова взлетала для того чтобы Борис в защите закрыть но что могла сделать связующим сборная Азербайджана по сути ничего и Штунова отправляется подавать хорошо в приеме у Липецка но атака не получается а здесь Гатина снова мягенько от блока а здесь уже тройной блок встречает атаку Липецка ну и мы видим но молодцы сегодня конечно нижегородки вот вспоминая опять матч с Енисеем в какой-то момент настроение куда-то улетучилось и пошли проблемы надо вот держать этот градус этот тонус Команда Липецка сделала запрос на видео про крутых градусов но тут еще Ладно 2018 Штунова продолжает подавать снова туда же снова четко Баговского опять неплохо справляется но связка в окончании не работает как следует здесь цепляют уже большими усилиями волейболистки Липецка и и есть там касание блока хотя опять же не самая лучшая доводка для стопроцентного завершения но вышли победительницами из этой ситуации гостей Баговская подала здесь жарко на сетке подскальная все-таки мяч перебрасывает атака у Липецка не получается Гатина и снова все было очень жарко стрелится и Шатунова и Масалева но при этих отскоках тяжело конечно бывает вот Гатина вроде бы все здорово но Либера гостей прекрасно в защите действует и подымает этот мяч который вроде бы уже готов вонзиться в пол 20-20 ситуация никоим образом не меняется все эти качели продолжаются и Баговская снова будет подавать ну в общем тут не изобретая вот обычно волейболистки какой-то велосипед он уже давно-давно придуман по одному и тому же место колотит поэтому надо просто подстроиться подскальная у Качурина на этот раз не так здорово как в предыдущих атаках ну а здесь блок двойной изгательный у Качурины снова проходит действительно сегодня она одна из лучших хороший процент реализации на блоке и в атаке у Качуриной ну вот по крайней мере по второй партии одна из лучших в составе спарта если не лучше первый темп нет не сработал у Липецка но есть вторая волна атаки и вот с ее помощью удается заработать двадцать первый балл первым темпом нет а здесь мяч после касания блока падает площадку площадку под скальную под скальную снова да подстроились 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 алине на площадку на площадку мария ну и снова А в линию пробивали Лепчанки, но на этот раз ошиблись. Анастасия Станковичута сейчас появляется на площадке. Второй лидер Спарты. Хотя Масалева блестяще там сыграла в защите в предыдущем розыгрыше. А Самойлова на подаче. Великолепный эйс. Но, по крайней мере, первый такой, без касания. Обратный замен Липец. На площадке возвращается номер 15, Липецлава Коржова. Так. Решил немножко перетасовать колоду. И Андрей Смирнов ряд замен проводит. И все для того, чтобы остановить Марию Самойлову, отметившуюся эйсом. И снова туда же. Но здесь этот мяч уже ждет Сазонова. В защите Станковичута тащит, но... Улетает мяч в аут. Очень сильно пущенный мяч. Можем даже сейчас посмотреть на повторе, как это все было. Дорсман атаковал наверняка. И в защите теперь уже на блоке Липец. Трудится, не покладая рук. Пошли обратные замены. Самойлова сделала свое дело. Но кардинальным образом ситуация на площадке не поменялась. Да, было несколько позитивов. В первой партии. Ну и вот сейчас возможность забрать. В этом, кстати, все для себя по максимуму. Но... Синицкая против. Атак первым темпом. 24-24. 24-24. Снова меняет Либера Родивоевич. Снова Станковичу-то появляется на площадке. Но здесь мы видим подскальные. Короткая передача. Первый темп. Гатина на подачу. Прием тяжелым. У Горбуновой получается. Здесь в защите подстраховать. Все сложилось. И... Просыпается Каськова. Наконец-то пробивается через эти тернии. Смотрим еще раз. Вроде бы и удар-то такой... 24-24. Не получился партить. Но как частенько. Все относительно, конечно. Но... Ей доверяют. На окончании. Но сейчас может на подаче все решить. И снова неплохо. И... Вау! Вау! В данном случае... Не кто-нибудь, а Ирина Сазонова. Вот неожиданно. Вроде бы все сделает для лидера Липецка. Для того, чтобы она зарешала. И сумела вновь сравнять счет в этой партии. Но... Опять же, Нижегородки минимально на балансе. Оставляет и второй сет за собой. Вау! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 мощным по мячу, что на выходе получается все в порядке, а здесь Кочурина одиночным блоком. Просто одна стояла. А почему бы блоком не зацепить эту атаку соперниц? Пожалуйста. А вот если включится еще Каськова в третьей партии, то тут. Возможно, уже варианты победные для Аспарта. Сейчас видим, что Шатунова тоже хороша. И 7-3 счет становится к настоящему моменту. Опять же, понятно, понятно, принятимные меры Андрея Смирнова, который берет тайм-аут. Шам в стане литерской команды. Ну, конечно, Иродивоевич успел там что-то свое вложить. А в уши Спартанка, но и они продолжают подавать. Каськова снова достаточно мощно колотит на чужую сторону и прием, который улетает далеко в вал. Снова Каськова и снова мощно, но на этот раз есть в защите теперь Нижегородки. Но была возможность сняться в этом эпизоде у Липецка, поскольку смогли, а вроде бы... 9-3. Хорошо принять мяч пущенный Каськовой с подачи. Ну, дальше атака, а она не смогла доставить неприятности хозяйкам. Да, но здесь понятно. Арбитр на вышке показывает, что Кочурина там задевает кисть соперниц. Мяч на стороне Липецка, поэтому вот эта серия Каськовой на подачу завершается и Горбунова отправляется подавать уже у Липецка. Спокойно, практически под сетку, забегание идет, передача за голову, но справляется с этим волейболистки Липецка, а подскальная в ног свой хитрый трюк проделывает в этой встрече, сбрасывая мяч. На этот раз были варианты все-таки зацепиться в защите у Липецка, но, опять же, когда все неожиданно, тут сложно. видимо, как это было, тут уже немного даже читали девчонки, но и удается наконец-то им сняться добротно, пятое очко заработать. пять-десять. Казалось бы, серьезное преимущество Спарта, с другой стороны, как я уже говорил, в женском волейболе загадывать ничего нельзя. Но вот если такие, конечно, подарки, как у Марии Воноговой, будут происходить, то, конечно, цепляться в этой третьей партии будет очень тяжело. гостевому коллективу. 11.5 Кочурина отправляется исполнять свою подачу. Неплохо. Вновь это скрещивание традиционное. И здесь Сазонова все-таки до пола достает своим ударом. Родивоевич что-то выговаривает. Что тут нужно говорить в такой ситуации? Наверное, держите съем. Подскальные. После удар Гатиной мяч падает в площадку. Есть второй. Вторая возможность Гатина. И, похоже, мяч по рукам попадает. решение арбитра на вышке. Спарта будут ли просматривать? Нет, Смирнов не обращается. Судим. А подскальная пошла подавать. И мы помним начало этой третьей партии. Когда ее подачи максимально усложняли жизнь Липецкую. И вот сейчас опять же никакой ровным счетом доводки. 13.6 никакого позитивного приема. Казалось бы, ничего такого особенного в подаче Алине подскаленной нет, но раз за разом неприятности доставляет. Ну, а здесь хорошая атака из четвертой зоны Ирина Сазонова. Как-то так получилось, что на чистой сетке практически оказалось. Тут уже как не защищайся, ничего не выйдет. Сазонова сама на подаче, Штунова не здорово принимает, но вот у нее есть возможность исправиться в атаке. Снова борьба на сетке и Казькова сейчас не стала вкладывать душу в этот удар. Просто хитро решила в край блока этот мяч отправить и все сложилось самым наилучшим образом. Смотрим повтор. А резкость присутствовала, но вот такое было ощущение, что не на полную мощность действовал в этом эпизоде и правильно делал. здесь липецкие волейболистки перебрасывают блок. Страховка не поспевает. Ну, не терять настроение хочется пожелать той же Валерии Штуновой. Вот опять начинает она как-то греться в третьей партии. Пропадают улыбки. Тут, в общем-то, горевать-то нечем. 8-14 6-очковое преимущество Спарта на экваторе этой партии даже уже перевалили через него две команды. Вернее, одна из них. Ну и снова. Короткая доводка 15-8 и быстрый съем. 18-8 Синицкая на подаче. Здорово! Переходящий мяч, который улетает в аут. 16-8 Горбунова принимал. Неудачно вышло, но мы знаем, что видим сейчас на повторе, именно она была на приеме. Горбунова будет сейчас в завершении уже атаковать. Блок, конечно, смягчает. 9-16. Гатина стелется, но до мяча до этого не дотягивается. Получается, Горбунова справляет свою ошибку. 9-16. Прием. Подскальная одной рукой все-таки смогла подкорректировать полет мяча. И здесь аут. Но было касание. И теперь решение Родивоевича. Будет ли он смотреть? Не будет. Ну, мы можем на повторе. Да, по-моему, там зацепил мяч. Пальцы валили штуновые. Подскальная все в ту же четвертую зону и снова на Шатунову. И блок. Кочурина и Шатуновой. 17-10. Но не идет в атаке, пожалуйста. Сыграли блоком. Успевает тут сместиться Елизавета Кочурина. становится просто непроходимая стена. Каськова на подачу. У гостей должна была, наверное, быть легкая тревога. Помятую, как Каськова набирала очки в этой партии именно на подачу. Но Горбунова организует съем в этом розыгрыше и спокойно словно видит может быть чутье твицы определенные туда. По пятой зоне бить. Здесь Кочурина пыталась своим забеганием и ударом объехать и блок. Может попасть в линию, но не вышла. Опять же, пока не смертельно. Пятиочковое преимущество Спарта остается, но Липецк пытается прибавить подскальные на Кочурину. Сейчас пытаются договориться, что-то невразумительное изобразили сейчас. Не в такт попадает Елизавета Кочурина. Конечно, вопросы к связующей тоже определенные есть. Карбанова продолжает набирать очки. Шатуновы решили наградить передачей подскальная ИТА. Точно в угол площадки. Чуть падает градус напряжения. Удалось закончить эту брейковую серию Липецк. Спартанки подают Шатунова. Ох, чистая сетка была у Сазонова, но такое ощущение, что она сама растерялась, что перед ней просто никто не вырос. тринадцать, девятнадцать, второй тайной у Липецка. В итоге хлопнуло по мячу лидер Липецка. Ну да, там все-таки был одиночный блок, не совсем я прав, подскальная. Штунова снова в роли подающей. борьба на сетке и показывает арбитр, что нарушение там правил было со стороны Кристины Ягубовой. Та еще успела поговорить с арбитром на вычке, а сейчас пытается завести партнерш по команде. Свечку посылает сейчас Штунова здесь боются до последнего в спартанке Каськова. Там едва ли на век места не улетело, чтобы хотя бы как-то отыграть в защите и поднять этот мяч. 14-20. Масалева, подскальная Гатина снова в защите Липецк. И Сазонова в двойной блок упирается. Ну, что делать? Силы, они тоже не безграничны. Сазонова очень свежо, очень полезно для своей команды выглядела в первой партии. Потом КПД чуть снизился, но вот в третьем сете мы видим, что порой не знает, что ей делать. Трос мяч задевает, но здесь хорошая атака, великолепное забегание и Дорсман все спокойно зарешал. 15-21 Ягубова на подаче. Гатина снова будет решать и снова не слишком, наверное, понятно. она видела перед собой двойной блок, опять же, смягчает, но все это слишком простенько выглядит. Гатина теперь просто перебрасывает мяч, добегая до эпизода и мы видим, что Сазонова начинает просыпаться. 16-21 16-21 Снова связующая Липецкая на подаче. Снова наверняка непросто будет Спартанком здесь Гатина из четвертой зоны, но никак ей не удается пробиться. Может быть, другое пора уже направление выбрать. Да, на Каськову это зарешало. Катина просто билась в закрытую дверь раз за разом. Но вот потом Спартанки словно догадались. Давайте-ка мы выберем другое направление и мяч пошлем не в четвертую а во вторую зону. 17-22 17-22 но есть подарки сейчас у Спарты отложенные для соперниц. Созвану на подачу все его внимание. Каськова из четвертой тоже тяжеловатый и Е. А вот Гатина они сейчас поменялись местами. А из второй все нормально. Даже Гатина спокойно отыгрывается от блока 23-е очко принося Аспарте. Смирнов пока не реагирует тайм-аутом. Достал этот мяч Станкович Танковичу-то Карабунова хорошего гвоздя воткнул каким-то чудесным образом Станковичу-то дотянулось до этого мяча но ушел он ваут. 18-23 понятно, что нужен съем сейчас Нижегородской команде и он сложился для Спартана к Шатунова до этого постоянно мощно атаковала сейчас понимала, что доводка тяжелая непростая и приходилось просто перебрасывать блок а там большой привет страховке Липецка и вот такая ситуация что сразу несколько матч-болов есть у Спарты Горбунова пока говорит но у них нет ни в коем случае Сотникова Гатина подняла первый темп вот так вот простенько и со вкусом в третьей партии все сложилось казалось бы опять же будут дела серьезнейшие до самого конца но вышло на деле что Спарта на кураже выигранных двух партий разбирается и в третьей без серьезных осложнений оставляя за собой этот сет 25-19 ну а вместе с тем и сегодняшнюю встречу 3-0 подопечные Слободана Родиоевича побеждают во встрече с принципиальным соперником по турнирной таблице ну и третью победу записывают себе в актив в нынешнем сезоне в восьми уже сыгранных матчах ну а наша трансляция тем временем подходит к концу помогал вам ее смотреть комментатор Александр Белкин всего вам доброго любите российские волейболы субтитры Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал! Подписывайтесь на наш канал!